Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня у нас мега распаковка! Скоро Новый год, поэтому, конечно же, тема подарков актуальна. И если вы ещё не знаете, что же подарить к Новому году своим родным и близким, то, возможно, эта распаковка вам поможет. У меня в этой коробочке от Деда Мороза ещё не всё поместилось. И я, конечно же, всё вам покажу. Все товары предоставил магазин Нью Шик. И Нью Шик позаботился о моих зрителях. И, мои дорогие, для вас при покупке, если на товар нет никакой скидки, если он не в распродаже, для вас по специальному промокоду будет скидка, внимание, 30%. Я такого давно не помню. Бывают скидки 10-20%, но чтобы 30% – всё-таки Новый год. Итак, что же я заказала в этой покупке, в этой посылке? Здесь много всего. Здесь есть товары для дома. Есть подушка, которая не вошла сюда. Есть обувь. Это сапожки для снегурочки. Да-да, для снегурочки. И сапожки для водяного. Я думаю, что такие сапоги вы точно никогда не видели. Поэтому досмотрите этот ролик до конца. И я надеюсь, я вас удивлю. Потому что, на самом деле, когда я их заказывала, я тоже не знала, что это такое и с чем его едят. И, внимание, я только помню цену на эти сапожки. Они стоят 3 доллара. Заинтриговала? Тогда смотрим ролик до конца. Итак, сейчас поближе всё покажу, расскажу. Посмотрим все швы, все товары. Но один товар уже на мне. Я увидела вот такую блузку. Вы посмотрите, это наш Кузьма. Здесь принт 3D. Вот он, видите, сюда влез, отсюда вылез. Я не могла пройти мимо этой блузки. Оставлю все ссылки на то, что вы увидите в этом ролике. Друзья, присмотритесь к этой вещи. Она в разных интерпретациях. Есть блузка на застёжке. Есть просто как толстовка сделана. Там очень множество всяких вариантов. Ну, а теперь давайте поближе рассмотрим. И, может быть, вам что-то понравится. И вы закажете подарок для себя или своих близких. Итак, давайте смотреть ближе. Итак, друзья, заказала я вот такую рубаху. Тончайший. Я думаю, что это хлопок. Очень похож на батист. Она просто невесомая. С той стороны мы видим, вот такой, я не знаю, как раньше этот материал, штапель назывался. С лица вот такой нежнейший хлопок. Давно хотела я такую рубаху. Она с разрезами. Я, конечно же, потом покажу её на себе. Заказывала я её специально под свой кардиган, который бабушкин. Всё примерю, посмотрим. По ценам смотрите, по ссылкам. Ссылки все оставлю. И, по-моему, вот эта рубаха не в распродаже. И вы можете как раз воспользоваться вот этим промокодом, чтобы купить её со скидкой в 30%. Обычная, классическая, на пуговицах. Здесь есть карманчик. Швы все, все просто очень хорошо прострочены. Классная. Вот, размер. Я заказывала 3 пиксель, но она где-то идёт на 50-й размер. Если перевести, то это 52-й. Но где-то 50-й. Она больше как оверсайз. Вот такая фирма Занзея. Очень часто я заказываю товары этой фирмы и очень ими довольна. Ну, здесь всё на китайском. Конечно же, мы ничего не переведём. Так что вот такая очень классная, классическая, повседневная, базовая рубаха. Кстати, такие рубахи представлены там в разных расцветках. И больше в серый, и больше в белый. Ну, а я заказала вот с таким серо-сине-голубым. Очень классная, я рекомендую. Качество просто на высоте. Очень-очень тонкий материал, я говорю, похож на батист. Она невесомая просто. Вторая блузка, то, что вы видели на мне. Я ещё, конечно же, продемонстрирую вам её. Я просто была... Мне так понравился вот этот принт, вот эта идея. Рисунок, ну, вот на самом деле, как будто 3D, как будто это вот настоящий котик. Ну, и когда я увидела в нём Кузьму, в этом котике, все вы знаете мою любовь к нашим любимцам и вообще к кошкам. Я просто не могла пройти мимо вот этой блузки. Она классическая, кстати. Тема Шанель не проходит. Я думаю, что она подойдёт и под моё платье. Примерю, посмотрим, как это будет смотреться. Здесь обычный классический воротник. Вот так вот выглядит материал с изнанки. Все швы достаточно прострочены хорошо. Ну, и здесь, в принципе, больше ничего нет. Единственное, что мне длинноват рукав, но я вот так вот его закатала и тогда, ну, очень хорошо. Эта блузка мне тоже очень-очень нравится. Повторюсь, что там много всяких интерпретаций этой блузки, вот именно с котом, разного вида. Я думаю, что вам не составит труда, когда вы нажмёте на эту ссылку, то вам станет, ну, компьютер вам предоставит другие варианты похожих блузок. Может быть, вам что-то приглянется, ну, другое. Но блузка классная, просто класснючая, лёгкая, вот такая вот рубашка-блузка. Ну, а теперь давайте пройдёмся по обуви. Я обожаю обувь из этого магазина. Если вы заметили, во многих роликах я часто, да не часто, а практически всегда снимаю видео для вас, какие-то демонстрации, именно где присутствует обувь от Ньюшик. Вот такие сапожки, тоже в разных цветах, и серый, и чёрный, и, по-моему, зелёный, представленные на сайте. Это, конечно же, искусственная кожа. Я не помню, сколько они стоят, пройдёте, посмотрите, но знаю, что недорог. По-моему, две с чем-то тысячи. Очень классная вот такая тракторная подошва. Я уже в них походила. Так, сейчас выпущу кота. Самое интересное то, что когда я их распаковала, они идут в таких чехлах, я потом вам покажу этот чехол, я, честно говоря, испугалась, я думала, что я их не натяну. Настолько они смотрятся аккуратные, размер, посмотрите, 41. Я заказываю обувь от Ньюшик на размер больше. И всегда, в общем, практически всегда она в пору. То есть я угадываю. Единственный раз заказывала дутые сапоги, можно бы было заказать размер в размер. Но, как говорится, велико не мало. Вот так вот. Я не знаю, они прошиты или нет, или это... По-моему, прошиты. По-моему, это не имитация. По-моему, это... Да, это настоящая строчка. Они прошиты. Значит, мех везде, по всему голенищу, внутри. Вот здесь вот тоже мех. Конечно, он искусственный, но это мех. И даже на пятке, вот здесь вот, как это называется, ну, где пятка, там тоже какая-то утепленная бейка. Так что присмотритесь. Да, для моей косточки очень хорошая полнота. Косточка мне не мешает. На правой ноге у меня, я вообще с левой показываю сапог, но на правой у меня проблемная нога. И я всегда выбираю обувь, чтобы она была, ну, вот такой объемной, чтобы можно было комфортно носить. Классные, удобные. Я вчера целый день в них ходила по квартире, чтобы проверить, ну, как они вообще давят, не давят. И я, в общем, просто упарилась. И в итоге через часа два я их просто сняла, потому что мне было жарко. Так что вот такие сапожки. Можно носить, вот видите, вот так вот отвернуть, но если не отворачивать, они тогда повыше. И тоже смотрится достаточно красиво. Так что вот такие сапожки от Нью Шик. Итак, идем дальше. Дальше вот такие кроссовки. Заказывал мой сын. Внутри там специальная штука, чтобы не помялась. Вот такая. Они полностью тканевые, тканевые с резинкой. Очень классно сидят по ноге. Конечно, я их покажу, но здесь размер 43. У него 42, поэтому я заказывала 43. Вот эта штука очень хорошо. За нее держаться и обувать. Вот такие кроссовочки. Конечно, это не сейчас. Я думаю, что придет к нам весна. И он будет доволен. И с удовольствием будет носить. У меня были подобные. Я также жду эту посылку. Она ко мне уже идет. С подобными кроссовками, но женскими. Вот такая подушва здесь. Это размер 43. Здесь размера походу нет. Но размер 43. Вот такая там стелька. Прорезиненная. В общем, вот такие кроссовочки. Классические. Подовсю. Такие вот обычные. В меру тяжелые, я бы сказала. Они такие средние. Так что вот. Вот в таком чехле они приходят. Вся обувь идет вот в таких чехлах. Все упаковано. С этим проблем нет. Всегда все аккуратно. Та-дам! Итак, то, о чем я вам говорила. И думаю, что я вас удивлю. Вот такие сапоги. Сапоги-чехлы. Если это можно так назвать. И с такой вот мягкой. Мягкого латекса. С кнопками. Здесь специально сделана вот такая вот рифленая часть. Чтобы удобно было одеть обувь. То есть, это как дождевики. Все вы знаете дождевики. Которые вот такие вот легкие. Положила в сумочку. Взял зонтик. Одел этот дождевик. И ты полностью сухой. То есть, понимаем, да? А это вот такие сапоги. Полностью сухой. Но ноги, конечно же, если это сильный дождь, ливень, они, конечно, никакая обувь не выдержит. Так вот. Вот эти вот сапожки я заказала. Я думала, что их просто на голую ногу одевать. Честное слово. Обувать. А когда они пришли, я стала там читать отзывы. И люди стали писать, что это обувается на вашу уже обувь. Это могут быть и сапоги, и кроссовки. Что угодно. Дождик закончился. Сняли эти сапожки. Положили в сумочку. Они много не занимают. Посмотрите. Они легкие. И все. И вы идете в кроссовках. Ах, солнышко вышло. Светит сухо. И вы полностью, у вас обувь и ваши ножки сухие. Я заказывала 41 размер. Ну вот, 40 у меня 41. Но они достаточно большие. Вот эту обувь можно было бы заказать и на 41. Если это, вернее, на 40. Если это, конечно же, можно назвать обувью. Я говорю, что это сапоги для водяного. Здесь вот такие кнопки. Вы можете отрегулировать по вашему объему ноги. У кого слишком широко, можно застегнуть на последнюю кнопку. В общем, классная штука. Вы знаете, я очень довольна. За 3 доллара. Вот они стоят 3 доллара. Ну, это просто вообще смехота. Да, конечно, здесь не надо ожидать, что это будет носиться там годами. Вы понимаете, цена, качество, да. Но я собираюсь заказать еще несколько таких сапог для водяного разных цветов. Они там, вот их много, расцветок вообще. Перейдете по ссылке, посмотрите, какой там выбор. И красные, и черные, и серые, и зеленые. Какие угодно. Вот такая здесь подошва. В общем, вот такие дождевики для обуви. Классные, просто классные. Рекомендую. Не пожалейте 3 долларов, зато ваши ноги всегда будут сухими в дождливую погоду. Ну, и последний товар из этой посылки, посылки от Деда Мороза. Это вот такая подушка. У меня уже старая-старая подушка, и я решила обновить. И вот Лешик мне сказал, что он тоже хочет такую подушку. Я, конечно же, ну, просто взяла посмотреть, что же это такое. А это просто классная вещь. Подушка трех видов. То есть, она более плоская. Потом второй вариант средняя. И, ну, большая. То есть, она еще будет больше. Вот я заказала второй вариант, среднюю. Ну, это просто класс. Жаль, что я вот не могу показать. Но, посмотрите, подушка с памятью. То есть, она просто вот, вот вы нажимаете на нее, потом руку убираете, и она принимает ту же самую форму. Я не знаю, что там, какой наполнитель, но это просто, просто класс. Я уже ждала, когда же я сниму ролик для вас, чтобы использовать вот эту прелесть. Размер где-то 70 на 40. Я так думаю, я обожаю такие подушки. И не люблю большие. Но она классничая. Классничая. Я рекомендую. Цену, опять же, посмотрите на сайте Ньюшик. Ну, здесь мы, конечно же, ничего не узнаем. Ну, стирать в 30 градусов. Все такое, короче. Девочки, я рекомендую. Если вы заботитесь о своем здоровье, о комфортном сне, посмотрите обязательно эту подушку. Возможно, вы сможете купить ее с 30% скидкой. Я не думаю, что она в раз продажи. Ну, вот и все товары, которые были в мешке Деда Мороза. А сейчас пойду готовиться, чтобы вам продемонстрировать то, что я вам показала. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok